Нарциссами обычно называют высокомерных, жестоких, каких-то эгоцентричных людей, которые без какого-то сожаления манипулируют другими людьми, унижают их, обесценивают. Но в большинстве случаев за такой... за таким грандиозным, сияющим, идеальным образом прячется очень ранимая самооценка и глубочайшая, тотальная зависимость от мнения окружающих, а также иногда просто непереносимый стыд, боль и страх отвержения. И вот такие нарциссические черты, нарциссические свойства характера и даже нарциссические расстройства личности человек приобретает вследствие огромного количества травм и соответствующего воспитания, ну и соответствующих родителей. То есть мы имеем две основные причины получения такого расстройства личности или таких черт характера. Первый, более такой миролюбивый способ приобрести нарциссизм, это некая перелюбленность. То есть, например, если мы имеем маму, которая склонна к гиперопеке и к восхвалению по какой-либо причине своего ребенка, ты у меня самый замечательный, ты у меня самый лучший, ты у меня самый исключительный. И везде я буду таскать и другим рассказывать, что ты у меня самый лучший, самый исключительный. И ты у меня станешь президентом, королем и властелином вселенной. И такой вот маленький Будда через некоторое время вырастает и сталкивается с шероховатой поверхностью суровой действительности. И личность может просто не выдержать такого контраста и травмироваться. То есть будет травмирование психики о суровую действительность. И вот это вот напыщенный образ, за который меня любит моя мама. То есть она не видит меня таким, какой я есть. Что я чувствую, что я хочу и так далее. Мне постоянно начитываются, что я самый лучший, самый исключительный и так далее. И когда я сталкиваюсь с суровой действительностью, где есть другие люди, другие мнения, другие чувства, я просто ранюсь. И я начинаю защищаться, я начинаю скрываться за этим образом таким грандиозным, напыщенным. Но это не худший вариант. Более распространенный вариант это все-таки травмоотвержение. Происходит она в самом нежном, самом ранимом возрасте. Зачастую вообще до четырех лет, иногда даже до трех лет, когда формируется наша эго идентичность. Если вдруг, по какой-либо причине, либо у нас была просто холодная мама, либо ей было тяжело, либо она сама страдала нарциссическим расстройством личности, либо у меня были какие-то конфликты, скандалы, расследования в семье, ребенок может травмироваться, получить травмоотвержение. В это нежное время ребенок особенно нуждается в близости, в безусловной любви, тепле, поддержке, чтобы ему говорили, что он самый замечательный, что мы там тебя любим, мы тебя поддерживаем. При этом очень важно быть именно в эмоциональном контакте, то есть чтобы мама видела ребенка и видела, что он чувствует, и как-то реагировала на это. Но если по какой-либо причине происходит отвержение, возможно, мама сама влетела в свой стыд. Она сама была травмирована своей мамой, и то, за что ее стыдила ее мама, типа того, что там не плачь, мы тут все работаем, а ты тут плачешь, давай собралась, сопли в кулак и пошла работать, мы тут пашем за тебя, ты не можешь даже там в 4 года, в целых 4 года помыть полы, например, в доме. В крайних проявлениях, например, дети могут подвергаться и психологическому, и физическому насилию, когда, например, молодая мама приходит домой на взводе, возможно, ее унизили на работе, возможно, у нее проблемы с мужем, и она начинает, например, срываться на ребенке, в крайних проявлениях бить, просто находит причину, начинает бить, и все это наносится глубочайшие раны, глубочайшие травмы на детской психике, и может привести к тому, что личность ребенка просто будет настолько травмирована и расколота, что ему придется отрастить некий образ, некое ложное я, которым он будет прикрываться, показывать маме, вот какой он, чтобы под этим образом можно было прятать свой стыд, боль и вообще страх, страх умереть, потому что иногда ребенку говорят, там, мы тебя сдадим в детдом, мы тебя вообще выкинем из семьи, ты вообще не наш, я вообще, когда была беременна, я хотела что-то с собой сделать, чтобы тебя и себя там достать, грела в ванной, там, что-то ела и так далее, то есть мама-то, может быть, исходит из каких-то благих для себя в своей логике побуждениях, но для ребенка это просто личный ад катастрофа, личность ребенка, которая находится сейчас в психологическом слиянии с мамой, она просто не выдерживает таких нагрузок, ребенок принимает решение, что он здесь лишний, что такой, какой он есть со своими эмоциями, переживаниями, потребностями, желанием любви, поддержки, он не нужен, он неправильный и ему здесь нет места, и все это рождает, например, невротический механизм самоповреждения, вплоть до конкретного симптома самоповреждения, либо самоподавление, так называемой ретрофлексии, или токсического стыда, когда я просто... для меня мои проявления становятся непереносимыми настолько, что я замыкаюсь, я отращиваю себе некий образ, где я грандиозен, где я недостижим, где я вроде бы в безопасности, в безопасности, потому что я как будто бы недосягаем, я перестаю чувствовать и видеть вообще себя, ну, естественно, чувствовать и видеть окружающих, и вся моя жизнь превращается в добывание от других признание моего ложного я, моего образа. Я всем показываю, я очень крутой, я очень крутой, я великий, я исключительный, я талант, я не такой, как вы, но я из всех буду выколачивать, мол, подтвердите, что я такой, подтвердите, потому что я себя не вижу, я не вижу свой образ, но я этот образ вам показываю, мне нужно подтверждение, что вы его видите, и только это подтверждение будет как-то давать мне хотя бы какую-то безопасность, хотя бы какое-то спокойствие. Сюда же идут истории, где ребенка используют, например, как механизм влияния одного родителя на другого. Допустим, при разводе мама шантажирует или мама причиняет боль папе через ребенка. Это история, где один родитель говорит плохо ребенку про другого родителя для того, чтобы решать свои проблемы. Плюс иногда, когда тоже у родителей некие свои нарциссические наклонности, родители могут реально относиться к ребенку, как к обслуге, как к своему какому-то функциональному придатку. Мы здесь говорим про конкретно нарциссические признаки уже у самих родителей и такой ребенок получает нарциссический опыт, нарциссическую травму и нарциссические импринты, что также на него влияет, также записывает ему программу, как себя вести, на что ориентироваться, каким быть. Соответственно, в зависимости от того, насколько глубокие были травмы, насколько было травмирующее влияние со стороны родителей и было ли вообще хотя бы где-то у ребенка хоть какая-то поддержка. Иногда это, например, бабушки-дедушки. Бабушки-дедушки иногда сглаживают это, исходя из того, что они зачастую действительно любят просто так. Любят внучка, внучку таким, какой он есть. И здесь хотя бы какая-то отдушина у ребенка появляется. И тогда мы имеем не патологический случай, где человек вообще не может чувствовать, теряет способность к эмпатии. И все, чем он занимается по жизни, это манипуляции, добывание самовосхваления от других. Но мы имеем какие-то более лайтовые, более спокойные проявления. То есть нарциссизм может проявляться в разной степени, исходя из того, насколько глубоким было травмирование. От просто нарциссических склонностей, нарциссических черт характера, например, который выражается в некой амбициозности и стремлению к созданию, например, какого-то личного бренда, классного. Вплоть до патологической личности, патологического нарциссизма и нарциссического расстройства личности. Если мы говорим про психопатологию, про расстройство личности, существует девять основных признаков патологического нарциссизма или нарциссического расстройства личности. Первый признак – грандиозное самомнение. Это тот самый грандиозный, непревзойденный, блистательный, сияющий, идеальный образ. Это то самое отрощенное ложное Я, за которым человек прячет свою боль, страх, раненое самомнение, страх отвержения и так далее. Соответственно, здесь человек склонен очень сильно переоценивать свои возможности, свои навыки, свой уровень, свои таланты и так далее. И здесь человек совершенно не имеет возможности даже говорить о своей какой-то неидеальности. Здесь есть тотальное непринятие и неприятие критики. Любое неуважительное какое-то отношение без какого-то должного пиетета будет встречено либо гневом, либо атакой, манипуляцией, уничтожением. Это, к слову, зачем же они манипулируют? Зачем же они разрушают других людей? Неуважительное отношение или отношение без какого-то должного пиетета, отсутствие восхваления может здесь оцениваться как личное оскорбление и угроза вообще безопасности. Поэтому тотальное непринятие и неприятие критики и неспособность как-то признавать вообще свою неидеальность, ошибки, провалы, неудачи. Второй признак. Такой человек постоянно поглощен некими фантазиями и рассуждениями о успешном успехе, о безграничной власти, о каком-то безраздельном величии, о идеальной любви и так далее. То есть даже сами мысли о том, как классно было бы иметь столько-то, как классно занимать такой-то пост, как классно что-то иметь, уметь делать, какой-то статус иметь и так далее, доставляет ему удовольствие само по себе, просто галлюцинирование о этом. Это некие мысли, которые питают его образ, его выращенное, грандиозное, великое, исключительное Я. Третий признак. Вера в некую собственную исключительность. Это убежденность в том, что я должен общаться только с каким-то привилегированным сословием, что я должен быть вхож в круг людей с каким-то особенным, привилегированным, исключительным статусом, допустим, власть имущие или чиновники или топовые бизнесмены, олигархи и так далее. То есть это некое разделение на плебеев и патрициев, на исключительных и чернь. И, естественно, он должен как-то быть причислен к особому статусу какой-нибудь клуб привилегированных. Четвертый признак. Такой человек постоянно нуждается в чрезмерном восхвалении, то есть такой человек испытывает тревогу, если какое-то время его не восхваляют, то есть не подпитывают и не подтверждают его особый статус и его это грандиозное выращенное ложное Я. И здесь проявляется его крайняя ранимость от... ну и зависимость от мнения окружающих и ранимая самооценка. И здесь у такого человека может быть такие эмоциональные качели. Если, например, его похвалили, если его возвысили, если сказали про то, какой он исключительно замечательный, его самомнение может взлететь просто в космос, улететь вплоть до какой-то мании величия. И сразу же, если кто-то усомнится в его величии, как-то его покритикует и не воздаст ему должное количество почестей, его самомнение может просто улететь куда-то ниже плинтуса, куда-то в ничтожность. И он может просто ухнуть в какую-то депрессию, в тревожное расстройство, фобия и так далее. Он может вляпаться в те ощущения, от которых он как раз с помощью этого образа и защищается. Соответственно, если такой человек дома является тираном, уничтожает, унижает, просто избивает своих родных, близких, домашних, жену или мужа, детей и так далее, на людях, скорее всего, такой человек идеальный, просто канонический семьянин. Абсолютно выхоленный, идеальный образ на людях. Дома полный трэш. Пятый признак. Считает, что имеет какие-то исключительные права. Это что-то из серии, что позволено Юпитеру, не позволено Тельцу. И, естественно, в этой истории нарцисс причисляет себя именно к Юпитеру. Это может выражаться в том, что такой человек внутренне полностью убежден, что ему все должны, он никому ничего не должен. Шестой признак. Это потребительское отношение к другим. Такой человек без тени сомнения, сожаления, переживания, каких-то мук совести будет использовать других людей в собственных интересах. Использовать любые манипулятивные, разрушительные техники, газлайтинг, качели, шизофреногенные паттерны, вербовка и так далее. Такой человек будет просто досуха выдаивать, выжимать, высасывать, просто выпивать всю кровь из окружающих. Домашние, коллеги, сотрудники, знакомые, кто угодно. То есть, если есть возможность попить крови, что-то от этого человека взять, этот человек должен быть использован. Использован и уничтожен для того, чтобы подпитать собственное эго, подпитать собственный образ и чтобы такой человек в принципе даже не, даже в теории, не мог как-то конкурировать со мной и так далее. Седьмой признак недостаток или полное отсутствие какой-либо эмпатии. То есть, никаких морально-этических норм, никакого сопереживания, никакой жалости, никакого сожаления или угрызения совести. То есть, такие люди будут использовать, уничтожать и манипулировать окружающими людьми без какой-либо даже тени, сомнения, сопереживания, сожаления и так далее. И, естественно, здесь никакой речи не идет ни о близости, ни о эмоциональном присутствии. Потому что близость для такого человека означает, что он станет более видимым другому человеку. То есть, он покажет свое истинное Я. А истинное Я у него, напомню, наполнено стыдом, страхом, болью, болью отвержения. Он никому не позволит вообще даже краешком глаза взглянуть на свою боль, потому что здесь он будет уязвим. Уязвимость для такого человека просто смерти подобна. Восьмой признак зависть. Черная зависть к успехам других людей. Он искренне убежден, что если какой-то человек добился успеха, то он добился его незаслуженно, по какому-то трагическому стечению обстоятельств, по злому умыслу недоброжелателей, по какому-то сговору нечестно и так далее. И если вдруг по какому-то стечению обстоятельств сам нарцисс добился каких-то результатов и успехов, он искренне убежден, что все остальные ему также завидуют черной завистью. Ну и девятый признак. Это демонстративное, высокомерное, надменное отношение к другим людям. К подавляющему большинству других людей они относятся со снисхождением и презрением, таким пренебрежением. Другие люди для них как существа какого-то более низкого порядка. Причем, если такие люди с нарциссическим расстройством личности встречаются с людьми более высокого статуса, а, возможно, даже с теми, от кого они зависят, то нарциссы, вполне возможно, могут, наоборот, проявлять вплоть до Лизаблюдского такого отношения снизу вверх, но ровно до того момента, как они не освободятся от этой зависимости. Как только они выйдут из такой подчинительной позиции, получат то, что им нужно, они сразу же перейдут в противоположную сторону, в черную зависть, в пренебрежение, в критику, в обесценивание и так далее. То есть у таких людей очень часто встречаются качели идеализация, обесценивание. Если мне что-то нужно от человека, я его идеализирую, восхваляю, ты самая замечательная или ты самый замечательный, какой ты замечательный, ты самый лучший на свете, у тебя это получается больше всего и так далее. Вверх-вверх-вверх. Как только я получаю это что-то, я сразу же начинаю это обесценивать и уничтожать. Таким способом нарциссы защищаются от близости, защищаются от рамки мы, потому что в рамке мы и в близости они рискуют быть увиденными, они рискуют показать свою уязвимость и свое раненое самомнение, свою раненую, расколотую, травмированную личность. Соответственно, если человек очень ярко проявляет и во всех контекстах проявляет хотя бы пять из этих девяти признаков, то мы можем даже говорить о диагнозе нарциссическое расстройство личности. Но в целом человек в некоторых контекстах может как-то проявлять некие черты, некое такое поведение. Мы можем говорить о чертах характера. В целом, если говорить про обратную сторону медали, такие люди приходят к психотерапевту явно не за тем, чтобы вылечить свой нарциссизм. Такие люди в основном приходят за помощью с жалобами на одиночество, на депрессию, на какие-то тревожные фобические расстройства или на зависимость. Потому что поддерживать такой образ, поддерживать это выращенное, защищающее тебя ложное Я довольно сложно. Если, допустим, у человека получается обслуживать данное Я, если у человека получается действительно как-то стать каким-то из ряда вон выдающимся, достигнуть какого-то успеха и он может обслуживать данный образ, он в целом может чувствовать себя даже комфортно. Чего не скажешь про его окружение, про близких. Там, скорее всего, многие страдают. Но если у него не очень хорошо получается достигнуть такого уровня величия, грандиозности, который он себе на своем этом образе нарисовал, то мы можем говорить о том, что он периодически может сползать в депрессивное состояние. Просто не вывозит, очень тяжело тащить. Мы получаем депрессию. Или, допустим, из-за того, что такой человек не способен получать близость. А близость нам очень сильно нужна и важна, как еда и питье. Человек через некоторое время может просто приходить на... обращаться к специалистам, поддерживающих профессии с жалобой на одиночество. Одиночество, депрессия, тревожность, фобия или зависимое поведение. Потому что такие люди могут вот эту внутреннюю тревогу, внутреннюю боль, внутреннюю... внутренний стыд гасить с помощью каких-то веществ или каких-то увлечений. Получаем зависимость. Такой защитный механизм приводит к тому, что нарциссу очень одиноко. Он находит человека, которого может быть очень любит где-то глубоко внутри своей раненной частью и начинает приближаться. Но на определенной дистанции у него уже включается страх, у него уже включается боль и он начинает быть колючим. И мы имеем качели. Ближе, дальше, ближе, дальше, горячо, холодно, я тебя люблю, я тебя ненавижу, я тебя идеализирую, я тебя унижаю, я тебя восхваляю, я тебя критикую и так далее. Это все наши любимые качели, газлайтинг, шизофриногенные паттерны, все семейство качелей, которые дестабилизируют, которые сводят с ума других людей, которые наносят травму, в том числе и нарциссическую травму другим людям. Соответственно, если мы говорим про нарциссических родителей, то с большой долей вероятности они воспитают нарциссических детей. И они, в свою очередь, тоже будут склонны воспитать своих нарциссических детей. В этом смысле нарциссизм передается по наследству, но нарциссами не рождаются, нарциссами становятся и, в принципе, это корректируется. Если все-таки человек дойдет до специалиста и займется отработкой этого травматического опыта, отогреванием, восстановлением, то, в принципе, это поправимо.